казино это не предпринимательство это ну торговля наркотиками казино это все одно и тоже спасибо мы и банковский бизнес можем назвать не не очень сильно благородным и христианским олег ты фире стоять тихий лавочник у нас с тобой совершенно разные амплуа конечно хочется чтобы это было демократическое свободное изумительное государство но от этих желаний ничего не происходит у вас была обида на демократию получается с путиным не знакомы пропустим подросы почему вы не уехали борис григорьевич из россии в 68 лет никто уже не мобилизует они пять лет жрут дерьмо там проходят через страшную тулом китай нас использует еще раз использует еще раз это действительно приводило к обнищанию населения это лишило страну многих миллиардов рублей налогов это не экономическое решение политическое тест на честность они спала ли ваша бабушка с пиратами я встречаюсь фридманом и приезжаю на русскую цель как это некрасиво выглядит вы молодитесь а ты прикольный это хороший вопрос человек который только что вернулся с кладбища но у меня есть там семья дети girlfriend и я понимаю что такое миграция это чудовищная ломка жизненная и я ее никому не пожелаю не надо отчаиваться не надо бросать весла основное то чтобы душа не не вышла на пенсию не фарбцы привет друзья меня зовут ярослав бабушкин это не фарбцы сегодня мы встретимся с человеком который застал весь спектр российского бизнеса от и до сегодняшнего дня еще в 80-х он занимался свечками для тортиков она в тот момент на все был спрос поэтому тогда можно что большой но видимо не хватило фантазии 90-е расправил крылья в игорном бизнесе и производил оборудование для него но в 2006 году после закона о запрете игровых автоматов ему пришлось сменить нишу наш герой ушел в вендинг и создал компанию ювенко одного из лидеров этого рынка мы идем в гости к борису белозырковскому борис белозырковский был одним из крупнейших производителей оборудования для казино в россии в 2005 он попал список forbes но мало кто знает что предприниматель начинал заниматься бизнесом еще в советские годы в 90-е белозырковский основал собственную компанию уникум которая занималась игровыми автоматами вместе с олегом бойко был совладельцем холдинга рицо энтертеймент которому принадлежали пабы бары казино вулкан дисперада и миллион и даже игорные дома в европе мы с ним чемпионы по обратному по не получению по недополученным доходам в 2006 году в россии приняли закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр совсем недавно направил государственную думу проект закона который локализует всю игровую деятельность игровой бизнес в четырех по моему предложению по в четырех специальных зонах отведенных для этого рода деятельности и бизнес азартным москвичам и петербуржцам проще слетать в минск или киев чем часами ехать из аэропортов ростова или краснодара поэтому белозырковскому пришлось сменить курс для своего бизнеса и вместо работы с игровыми автоматами он стал производить веннинговые аппараты в начале нулевых в россии они были довольно примитивно устроены никто не заморачивался работают и работают как раз тут и пригодился опыт бориса в игорном бизнесе в его аппаратах была более сложная цифровая начинка таким образом белозырковский достаточно быстро занял нишу производство игровых автоматов стало по-настоящему золотой жилой так и говорили там список forbes потом резкий конец потом вот вы восстали из пепла перешли в вендинг который абсолютно был новым явлением в начале десятых годов за прошлый год выручка компании составила порядка 7 миллиардов рублей помимо вендингового бизнеса бориса интересует и культура в девяносто девятом году он совместно с художником анатолием белкиным и своей теперь уже бывшей женой основал популярный издательский дом собака ру оформлен он был как раз на веронику белцерковскую признанную в россии и на агентом я прошу меня звонит после этого такая значит тишина ну что быть беда пришла откуда не ждали вероника больше не возглавляет собаку находятся за границей объявлены в розыск за нарушение закона фейках однако издание собака ру до сих пор существует в этом интервью борис билцерковский расскажет о своем 30-летнем опыте наблюдения за капитализмом в россии если перспективы роста на нашем рынке и конечно как обстоят дела в вендинговом бизнесе сегодня погнали знакомиться не парцы друзья в наших выпусках часто появляются блогеры с миллионами подписчиков которые рассказывают о том как они зарабатывают миллионы на рекламе частенько не забывая упомянуть о том как платят сотни тысяч рублей налогов ежемесячно все понимают что налоги платить надо но судя по сводкам новостей не у всех это получается что делать пригласить на работу грамотного бухгалтера юриста и налогового консультанта дорого доверить вести учет специалистам фрилансерам ненадежно разбираться в бухгалтерском и налоговом учете самостоятельно это вообще не вариант для любого предпринимателя время это деньги с каждым днем все больше предпринимателей обращается в аутсорсинг бухгалтерию мое дело она значительно дешевле штатной команды ответственность прописана в договоре ну и конечно освободит ваше время ведь пока вы занимаетесь бизнесом команда под руководством главного бухгалтера возьмет на себя общение с налоговой наведет порядок в бухгалтерии отчитается за сотрудников снизить налоговую нагрузку с учетом требований закона команду подберут под специфику вашего бизнеса и она будет состоять из ведущего бухгалтера юриста налогового консультанта бухгалтера по зарплате и бизнес ассистента и все это под контролем главного бухгалтера записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке под этим видео и не забудьте упомянуть промокод forbes чтобы получить скидку целых двадцать пять процентов на аутсорсинг бухгалтерии мое дело не фарсы борис григорьевич здравствуйте спасибо что согласились на это интервью казино всегда выигрывает но в длинную всегда в короткую может проиграть если в мире прямо честные казино или прямо нечестные где только обманывают потому что вот некоторые мои товарищи говорят что в сочинском казино вообще ничего невозможно выиграть я ничего про сочинское казино не знаю я абсолютно точно знаю что все казино которые находятся под контролем нормальных государственных юрисдикций они все супер честны а в россии например не было смысла быть нечестным потому что ну ну что ты есть и будешь нечестный те завтра не придут но я я просто не знаю ничего про искать других но я точно знаю что то что делали делали рицу было стопроцентно честно и я знаю что любое казино в америке в англии во франции в европе в любой стране абсолютно честная организация я смотрел старое интервью с вами выбрал олег тиньков для канала бизнес секреты он тогда сравнил игорный бизнес продажи наркотиков наконец-то наступил момент истинный сейчас будет проверка на какой-то предприниматель потому что много ума не надо так сказать 35 процентов сидеть на потоке в казино сколько я знаю 35 процентов это чистая прибыль а вот сейчас ты должен доказать и себе и всем нам какой-то предприниматель также вот и боря белоцерковский а ты вот готов теперь к челленджу готов ли ты нам всем и прежде всего самому себе доказать что ты предприниматель потому что казино это не предпринимательство это ну торговля наркотиками казино это все одно и то же спасибо он вас задел обидел существенно во первых тиньков как бы известный парень в том смысле что он ему хочется так показывать мы и банковский бизнес можем назвать не не очень сильно в общем благородным и христианским так что это игорный бизнес в той версии в которой он существует законный он конечно это абсолютно нормальный честный вменяемый бизнес а вы давно знакомы с тиньковым но думаю лет 30 сейчас поддерживаете с ним какие-нибудь отношения когда в лондоне бываю с ним встречаюсь вижусь но последний раз виделся на год назад его решение нынешние вы можете назвать эмоциональными они рациональными смотря с точки зрения чего есть с точки зрения бизнеса конечно это не рациональное решение то есть он мог сохранить актив продать его дороже ну мог мог наверно но очень сложно понять там очень много мотивов возникает есть мотив сохранения своей репутации на западе который требует от тебя одного есть мотив сохранения бизнеса который требует от тебя другого. Какие решения именно принимал Тиньков, я не знаю. Но я думаю, что там в принципе не очень понятно. Он же попал под санкции, при том, что я думаю, что Олег один из немногих бизнесменов из первой сотни, кто никак с государством, в общем-то, дел никаких не имел. Поэтому, наверное, это было эмоциональное решение. Как изменилась Россия на ваших глазах за столько лет? Она проходила и через свободу, и через несвободу? Что есть сейчас, на ваш взгляд? Во-первых, я еще помню Советский Союз, довольно-таки хорошо, надо заметить. Я, к счастью, живу параллельно жизнью с государством и с тем, что происходит. Поэтому я не могу сказать, что там что-то такое поменялось в моей жизни, из-за чего я должен страшно горевать или там... Как она поменялась? Конечно, хочется, чтобы чтобы это было демократическое, свободное, изумительное государство, но от этих желаний ничего не происходит. Что бы вы поменяли в России, если бы могли? Думали на такие темы? Или стараетесь не лезть в это? Ну, интересно думать о том, что ты можешь реально сделать. О том, что не можешь делать, думать неинтересно. О вашем секторе, например? Ну, там, если ехать назад, я бы поменял в свое время закон о бизнесе игорном. Он бы сохранился тогда. А если говорить сегодня... Да, собственно, я даже не знаю, что можно поменять. Это же... Это очень серьезная штука. Поменять что-то в таком государстве, в такой машине, как Россия, почти ничего невозможно. Все уже... Все уже крутится и вертится. Вот вы вспомнили тот закон. Вы обиделись тогда на тех, кто его принял на государство? Была обида какая-то, что вы строили, строили, 15 лет? У меня была обида на безответственных граждан, которые взорвали этот бизнес изнутри. У вас была обида на демократию, получается? Ну, наверное, наверное, там такой был парень Игорь Ходорковский, который придумал этот, значит, он очень сообразительный был инженер с не очень высокой моральной планкой, и он вот придумал вот эти столбики и стал их делать, продавать и ставить. Фиолетовые они, по-моему, были? Ну, они были разными. Цвета была абсолютно пластмассовая конструкция, дешевая. То есть вот люди с низкими моральными качествами, они губят все? Конечно, конечно, конечно. Жадность губит все. Жадность, когда она ничем не регулируется, конечно же, губит все. Не форцы. Люди на федеральных каналах любят говорить, что сейчас время возможностей. Вот вы, как считаете, действительно ли сейчас время возможностей для тех, кто хочет себя проявить в бизнесе, для тех, кто хочет занять нишу тех компаний, кто ушел? Или в достаточно изолированной стране никаких больших возможностей быть не может? То есть в 90-е Россия как бы открылась миру, и понятны все эти возможности. А сейчас немножко другая ситуация. Вот вам как видится? Ну, конечно, с точки зрения возможности заместить импортных компаний есть большие, но, как правило, все импортные компании, которые здесь были, они достаточно крупного размера, и это возможности просто для тех других больших российских компаний, которые уже на рынке присутствуют. Это невозможно для населения завтра придти и что-то сделать. Сегодня мир глобальный, сегодня наиболее экономически оправданно. В одном месте производить другое, в другом производить третье, собирать в четвертом. Понятно, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, она вынужденная, и я не думаю, что она наиболее перспективная с точки зрения экономического роста. А вы, как человек, который много читает, много видел, много помнит, как вы думаете, это может длиться десятилетия? Конечно, конечно. Ну, вон, есть у нас Северная и Южная Корея. Если вы читали когда-нибудь про вот эту войну, она была в 56-й какой, 58-й год. Сначала юг практически дошел до самого конца севера, но тут подключились китайцы, потом китайцы, значит, дошли практически до самого юга, тут подключились американцы, и, значит, в конце концов они вышли на какую-то среднюю линию, и на этой средней линии они простояли два года, а потом они, значит, не подписывая мирный договор, у них нет мирного договора между Северной и Южной Кореей, они вот зафиксировали это, и, в принципе, они так и живут уже, вот прошло, соответственно, 40 лет с лишним, или там сколько, и они вот так и так функционируют. То есть вы на этот пример опираетесь, да? Нет, если говорить, может ли быть так, я считаю, что так, конечно, может быть, может быть и так, правильно сказать. У вас же был достаточно большой бизнес в Украине? Нет, нет, не было ничего. Ничего не было в Украине? Ничего не было. Мы даже, мы, собственно, даже и аппараты им не продавали, у нас есть бизнес с Казахстаном, например, там, с... довольно-таки большой бизнес мы продаем в Грузию, в Азербайджан, по-моему, меньше в Армению. С Украиной, как ни странно, не было вообще ничего. Ну, я вот в интервью смотрел, в каком-то вы говорили, что вы что-то туда продавали. Давно, может быть, было? Не знаю, может, игровые аппараты когда-то, конечно. Ну, потому что игровые аппараты мы делали для всего бывшего Советского Союза. Но вендинга нет. На ваших личных взаимоотношениях как-то сказались события? Там поругались с кем-то, может быть, не знаю, перестали общаться? Люди умные выше этого. То есть никаких таких разладов не было? Нет. Как вы видите российский рынок в перспективе года-двух? Вот в вашей нише продовольственной? Я считаю, что ритейл будет, ну, умеренно расти. Вообщем, я не считаю, что он будет падать в ближайшие 2-3 года. Вы видите какие-нибудь причины обнищания населения, вот условно говоря? Потому что многие экономисты прогнозировали, что вот российская экономика упадет уже прошлым летом. По итогу получилось, что как-то удержали ее в целом. Падение не такое сильное, как могло быть. Но оно есть. Ну, смотрите, я думаю, что, конечно, падение реальных доходов населения официально признано, что оно происходит, но оно достаточно незначительное. И мы еще, наверное, находимся в такой нижней доле ритейла. Там человек может отложить покупку холодильника, но там отложить покупку шоколадки, он вряд ли станет откладывать из экономики. А то, как устроена российская экономика, как она регулируется, собственно, стоимость ценой нефти и ценой доллара, я не думаю, что что-то будет происходить с потребительским рынком. Другое дело, что увеличение, ну вот то, что сегодня происходит, например, когда евро по 90, это, конечно, проблема инвестиционная. Потому что все-таки все, что нужно для производства, в принципе, обычно покупается с другой стороны границы. И сейчас это будет гораздо дороже. Как вы можете описать российский бизнес сегодня? Какое настроение вот у вас лично? Ну, собственно, настроение полной неопределенности. Хотя, так сказать, финансовые показатели хорошие. Как вы ориентируетесь в полной неопределенности? Слушайте, есть железное правило, что когда есть неопределенность, не инвестируй. Нет ощущения, что вот если там посмотреть новости, то кажется, что происходит просто буря и все меняется. А если копать вглубь, то не такие сильные изменения. Я думаю, что изменения сильные, но они просто не в области ритейла, где я работаю. В ритейле это, собственно, потребительское настроение, потребительские расходы пока не поменялись существенно. Поэтому ничего не поменялось. В России заместили очень много крупных брендов. Там «Кола» стала доброй «Кола». Вот вы, как владелец многих вендинговых аппаратов, можете сказать, что это как-то сказалось на потреблении этих продуктов? То есть людям милее та «Кока-кола» старая или все быстро перестроились и стали покупать добрый «Колу»? Ну, я вам хочу сказать, ну, во-первых, я много работал с «Колой», очень хорошо понимаю про то, что произошло. В аппаратах меньше пить не стали, меньше пить не стали. Потому что они просто стали пить там «Колу» других производителей. Но люди, мы сделали специальный эксперимент, мы решили проверить, а готовы переплачивать за «Кока-колу»? Купили польскую или, не знаю, чью-то «Кока-колу», поставили в аппарат и решили посмотреть, а что будет? Ну, я вам хочу сказать, что народ не готов переплачивать. То, что касается по вкусу, например, ну, я считаю, что вот то, что сделали те, кто сегодня вместо «Кока-колы», это же они «Терьмолтон» называются. Вот. Ну, ничем не хуже, собственно, чем то, что было. Если поставить в черных бутылочках, то ты не поймешь, что ты пьешь. Очень нормальные напитки они делают. Продается нормально. Но, в принципе, это привело к прераспределению долей на рынке. То есть, если раньше «Кока-кола», когда она была в «Кока-колы», они там контролировали 60 процентов таких напитков, то сейчас они контролируют 40. Но этот процент, правда, растет. Так что, посмотрим, как это будет. Пепси вообще исчезла. Мы знаем, что пепси у него был достаточно большой процент. Рынка, особенно на юге, их просто нет. То есть, мы вот ждем, они вот сейчас начали только какую-то новую продукцию делать. Ну, то, что на месте пепси. Проблема таких компаний, у них система сбыта, система производства осталась, а бренда не осталось. Это такая редкая история, когда им нужно проявлять, конечно же, прийти им надо было. В этот момент, на мой взгляд, нужно было сделать очень массовую рекламу, очень массированную, чтобы, наоборот, это как раз был момент возможности перераспределения брендов. Но никто почему-то толком в это не стал вкладываться. Поэтому я думаю, что ситуация так потихонечку будет похожей. Но люди, как пили воду, они столько же воды и пьют, независимо... С шоколадками и чипсами та же история. А Марс вообще не ушел. Марс вообще не ушел. Чипсы это, это пепси. Они продолжают делать под тем же брендами все. Это все идет. Кока-кола не собирается вернуться? Может, у вас какие-то инсайты есть? У меня мой инсайд, что кока-кола пока не собирается точно вернуться. Ну, как бы, у них надо понять, смотрите, что ведь здесь не было кока-колы, здесь всегда была греческая компания. Она была дистрибьютором кока-колы американской. Поэтому они, в принципе, так легко, собственно, это там произошло, потому что эта компания с большим опытом работы в Восточной Европе, они там пережили этот кризис, они переживут другой кризис. Все-таки надо понять, что мы прошли там через гигантское количество различных проблемных историй, в том числе и 2014 года, которая в чем-то похожа на сегодняшнюю. Так что они умеют с этим жить как-то. А пепси, у них именно офис здесь, это настоящая пепси здесь? Не через какую-то там компанию? Думаю, да. Думаю, да. Но я думаю, что у них есть русская компания, которая принадлежала на прямой пепси. По-моему, так. Но я боюсь вам сказать, я прям не знаю структуру. Не было идеи сделать собственный бренд, чтобы продавать внутри собственных аппаратов? Или это не так работает? Это немножко не так. Как только ты... Смотрите, тут есть просто разные истории. Если ты делаешь, например, грубо говоря, свой продукт, то он в какой-то момент потеряет конкурентоспособность. Потому что у него гарантированный избыт. И обеспечить заинтересованность самого себя в производстве очень сложно. То есть это работает по-другому. Это работает, на мой взгляд, ну, это так же, как какую-то позицию можно сделать. Мы, например, там в Петербурге продаем скоропорт свой собственный. Там еще в каком-нибудь там в Екатеринбурге такая же ситуация. Сэндвичи, да? Да, да. Сэндвичи, там какие-то готовые обеды. А в принципе, например, запуск производства воды — это гигантская история, требующая там инвестиций. И потом окажется, что твоя вода недостаточно хорошая, будет продавать другое, а ты уже туда... Мне не нравится эта идея. Все-таки больше смотрю на нас, как на классический ритейл, который получает из разных мест. Главное, хорошую цену получить на входе. Как вы можете описать бизнес-среду Петербурга, когда вы начинали бизнес, когда, ну, Тинькофф позже его начинал? Что это был за город? Ленинград, Петербург? Слушайте, ну, тогда же среда во всем, во всей стране была одинаковая. Это была, собственно, первая кооператива. И они ничем не отличались нигде. Что в маленьких городах, что в больших, что в Питере, что в Москве. В Москве просто все имело чуть-чуть большие масштабы всегда, и поэтому здесь оно шло активнее. А каким был Ленинград вашего детства? Что это было за место? От детства же остаются праздничные воспоминания. Я там учился рядом с Невским проспектом, выходил, там всегда толпа народа, финские туристы. Ну, солнце тогда почему-то в голове у тебя все светило, понимаешь, там все-все не так, конечно. Но ощущение остается от этого воспоминания очень приятно. Вы себя считаете ленинградцем или петербуржцем? Слушайте, я считаю себя петербуржцем, потому что я уже слишком долго говорю Петербург. Те, кто ленинградцами, обычно себя называют иммигранты, которые уехали, пока это было еще Ленинград, и потом они уже не освоились обратно. В 90-е для вас запомнились лихими, свободными, опасными? Слушайте, все определения годятся. Конечно, это были опасные годы, особенно Питер в этом смысле был знаменитый город, к сожалению. Это были годы возможностей, несомненно. Это были годы, когда если бы мы с сегодняшними знаниями в эти годы начинали что-то, мы, конечно, были бы на порядок успешней. Но, тем не менее, это была прекрасная школа. Со стороны вы производите впечатление такого абсолютно интеллигентного человека, который никак не вяжется у меня с героями из бандитского Петербурга, криминалитетом и прочим, и прочим. За счет чего вы выжили в том жестком бизнесе? Ну, слушайте, интеллигентный вид мне достался по наследству от папы профессора и мамы врача. Слушайте, эта история была, конечно, как бы надо было держаться от них подальше, а если ты с ними пересекался, то надо уметь было общаться. Видимо, та же самая внешность невинная помогала мне вообще не с ними, они не видели во мне ни в коем случае никакого врага. А почему вы решили, собственно, заняться бизнесом? Вы же давно в этом, еще с первых кооперативов, еще до развала Советского Союза. Почему вас привлекало именно это? Это желание заработать деньжат или что в первую очередь? Несомненно, заработать денег. Это был первый, собственно, и важнейший мотив, и он и двигал. Родители в вас какие-то предпринимательские качества закладывали с детства? В Советском Союзе это же вообще было уголовно наказуемое предпринимательство. Из какой вы семьи? Папа был преподаватель, профессор, мама-врач. Там никакого предпринимательства даже близко не было. Просто я достаточно рано там женился, мне надо было обеспечивать семью, и вообще мне хотелось как-то, так сказать, зарабатывать, купить машину и так далее. Первый бизнес это свечки вы делали? Первый бизнес мы делали свечки для тортиков. В тот момент еще не существовало это, сложно сейчас представить вот этих свечек, которые, значит, на все праздники втыкаются в сладкое. И мы начали, собственно, сделали формы и прямо на дому парафин, значит, разливали и делали их прямо в плитах, в обычных. И на заводе, по-моему, «Комсомольская правда», он тогда назывался, мы начали лить подставочки вот эти цветные, упаковывали это все в бумажку и сдавали в государственные магазины. Параллельно этого вы еще продавали технику? Ну, чуть попозже уже, так сказать, я начал компьютеры возить из Германии, но это был такой как бы не очень большой бизнес, но интересно. Как вы пришли в игорный бизнес? Почему именно это привлекало? Этого же совсем не было. Ну, вот смотрите, в какой-то момент была в Петербурге компания «Ретур». Это было совместное предприятие союза кинетографистов финнов и немцев. И это предприятие, значит, подружилось с шведской компанией, по-моему, «Черри Форитагена» называлось, и те предложили привезти игровые автоматы. Я в этот момент был в компании, один из партнеров, отвечал за маркетинг. И мне, собственно говоря, всю эту тему отдали, и я начал... Это были обычные деревянные шкафы, на которых было несколько кнопочек и экран, на котором шла скучная игра. И они ставились где-то в кинотеатрах, еще где-то, я уж не помню где. И выяснилось, что, ну, более-менее это интересный бизнес. Я не могу сказать, что он был такой особо сильно доходный. Потом он в те времена же был очень тяжелое ногообложение, 90 процентов. Первый закон игорный был, ну, не сильно поощряющий такую деятельность, но тем не менее что-то оставалось. И, как бы, когда я начал в это вникать, обнаружилось, что есть люди, которые приходили, мы не продавали эти аппараты, говорят, хотим купить. Значит, следующим этапом я купил в Голландии австралийские аппараты на кредит какой-то, я уж не помню там... Это небольшие были, но относительно... По сегодняшним дням вообще копеечные деньги, даже по тем временам было не очень дорого. Привез сюда контейнеры этих аппаратов, как раз тогда я сделал компанию Уникум, и через эту компанию, значит, мы их продавали. Потом, следующим этапом мы уже взяли большой кредит, на который мы купили уже, по-моему, не знаю, восемь контейнеров с этими аппаратами привезли в Россию. И тут обнаружилось, собственно говоря, что аппараты простояли в порту, видимо, несколько лет до этого, и все проржавели. Морская соль. Из, там, восьми контейнеров с трудом удалось собрать два. И если бы не то, что в этот момент произошло изменение курса валютного очень сильное, мы бы в тот же момент и разорились. Но на наше счастье, значит, курс финн скакнул, он был, по-моему, с шести до двадцать двух. И в результате этого мы смогли еще заработать. Но после этого мы пришли к тому, что нельзя ждать милости от природы. Деревянный ящик мы можем делать сами. Плату мы можем купить на Тайване. А экран мы можем купить, по-моему, там же на Тайване покупали вначале. И так мы начали собирать игровые аппараты и продавать. Вот у меня есть приятели, которые любят порубиться в автоматы. Есть ли там какой-то принцип для выигрыша? Или это чистая фортуна? Надо ли повышать ставку? Надо ли уменьшать ставку? Или как вот заводчик автомата придумал? Вот расскажите об этом. В аппарате стоит генератор случайных чисел. Этот генератор случайных чисел ровным счетом он просто настраивается на определенный процент выигрыша. В нормальном аппарате выигрыш составляет 95 процентов. То есть кидая монетку внутрь, у тебя 95 процентов, что монетка вернется. Другое дело, что если ты все время 95-95-95-95, то ты, конечно, можешь проиграться. Но кто-то проигрывается, кто-то выигрывается. В принципе, я уж не помню, но, по-моему, в среднем от того оборота, который проходит через аппараты, я думаю, что процентов 25 в конце концов, значит, и седает. В аппарате остальные 75 процентов распределяются между игроками. Как они могут распределиться? Кому-то ноль, кому-то 300, кому-то... Просто вот когда ходишь по там разным казино, ощущение складывается, что люди, когда они выбирают автомат, они прибегают каким-то высшим силам, они смотрят, какой автомат даст денег, на каком автомате уже там кто-то три часа играл, значит, здесь ничего нет. Это все полная ерунда? Это полная ерунда. Единственное, что хочется спросить, 15 лет уже нет этого бизнеса. Ну, в Сочи же можно в казино сходить? Не был там. Не были? Нет. Почему? принципиально? Если честно, я вообще не хожу по казино, я никогда не был азартным, никогда не было это интересно. То есть вы поэтому так, наверное, в этом деле преуспели? Слушайте, я не знаю, я преуспел в производстве аппаратов для этого. Вот в этом я преуспел. То есть как-то вот это само очарование азартных игр, оно вас не пьянило? Нет, вообще нисколечко. Может быть, может быть, потому что я не хочу проиграть. То есть вы боитесь проиграть? Конечно, конечно, я предпочитаю выигрывать. Если у вас по-другому, расскажите. А сами при этом делали такие аппараты, где люди проигрывали деньги? Ну, они могли проиграть, они не могли. Еще раз вот я хочу пояснить. Он, этот человек садится и там за свои там тысячи рублей целый вечер сидит и получает от этого как бы адреналин, который по-другому ему не организовать. В этом смысле ты ему услугу продаешь. Это сервис. Это не приходишь и не говоришь, отдай мне деньги. Ты ему продаешь некую услугу. Он ее может купить, может отказаться. В этом, собственно, и состоит нормальный бизнес. В тот момент, когда люди приходят грабить, ну, собственно, с людьми, которые грабят, мы знакомы, они... Это другая категория людей. Вам не приходилось никогда отбиваться от разочарованных игроков, которые караулили вас в дом, у машины, говорили, Борис, не вернил им тысячу рублей? Во-первых, я не... Я еще раз говорю, я никогда не занимался, собственно, ну, бизнесом как таковым. Я занимался производственным аппаратом и теоретической проработкой. Но не знаю про такие случаи. Не было, да, ничего такого? Я знаю, я знаю, что, например, моя жена там проигрывала, например, деньги. Все время у нее была страсть проиграть, но проигрывала. Она ко мне претензий не предъявляла. Вы с женой вообще претензии друг другу предъявляете? Предъявляли вообще с вашими женами бывшими? Бывшими женами. Да нет, я очень мирный. Вы очень вообще известный муж. Вам за это прилетают иногда? Потому что многие боятся, вот там, на тебе это скажется, если там твоя жена что-нибудь там напишет, скажет, на бизнесе скажется. Или такого нету в России? Смотрите, может быть, это и есть, но я же как бы после жены, которая пишет, был женат еще раз. Да. Так что ко мне как бы предъявлять претензии сложно. Понятно, что я никакого отношения к той истории не имею. Я ничего... Слушайте, но он... Слушайте, у меня ноль влияния. У меня было ноль влияния, пока мы были женаты. Сейчас, видимо, оно стало минусовое. Значит, надо понимать, с кем имеем дело. А в... Слушайте, я на уровне разговоров, там, что-то мне может кто-то сказать, но так я и к этому никакого отношения не имею, то это просто разговор. Что главное в женщине, как вам кажется? Очень много качества. Прежде всего, должна быть... Женщина должна тебе подходить химически. А за что вас любят женщины, как вам кажется? Я не знаю, любят ли они меня. Не знаю. Это надо спрашивать у женщин. Не парцы. Ваш издательский бизнес, это была игрушка или он был прибыльным? Потому что создаётся впечатление, что это очень успешный проект, как бы собака в Питере, все знают. Ну, к собаке я никогда не имел отношения. Это был не совсем мой проект, сейчас и вообще никакого отношения. Ну, вы же ему поверили, денег на него дали, и он долго существовал. Слушайте, даёшь деньги жене, а не бизнесу. Это разный вид спорта. Я не знаю... Ну, в своё время, когда, так сказать, у меня было понимание, что это такое, он не убыточный. Он не убыточный, как ни странно. Вас определило, да, всё-таки? Не-не, ну, это, скорее, такой был социальный проект. А есть успешный проект по изданию, в котором мы участвовали в журналах Аэрофлота и Севена. Он работает. В своё время, не знаю, надо ли это вам в интервью узнать, мы пытались купить Форбс. Не парцы. Когда в вашей жизни появился Олег Бойко? С Олегом Бойко мы дружили ещё в советское время. Он был мой московский приятель, а я был его питерский. Он приезжал в Питер отдыхать, а я, значит, приезжал к нему в гости в Москву периодически. Вот, собственно, мы знакомы страшное количество лет, не знаю. Это какого рода совместное времяпрепровождение? Ну, как дружеское. Гуляние, пьянки. Какие обычно товарищеские отношения? То есть мы очень много лет с ним знакомы, я думаю, что это года, ну, точно больше 30 лет. Ваше партнёрство было крайне удачным. Как вы думаете, за счёт чего? Потому что, если со стороны на вас посмотреть, вы абсолютно разные персонажи. Я долго отказывался. Олег гораздо раньше занялся меня кровным бизнесом, и я всё время отказывался. Я говорил, Олег, ты, так сказать, аферист, а я тихий лавочник. У нас с тобой совершенно разные амплуа. Да. Но, тем не менее, в какой-то момент он всё-таки меня убедил, и я хочу сказать, что, в принципе, в значительной степени в жизни я обязан, собственно, ему. Прежде всего, тому, чем он меня научил. Потому что у него был масштаб, которого тогда ни у кого не было. Это то, что ему дало возможность в очень молодые годы стать крупным вообще и банкиром, и бизнесменом. Масштаб в голове вы имеете в виду? Да. У него, то есть, он совершенно спокойно мог умножить на 10 и на 100, а я мог только прибавить 10% или 20. Это разное совершенно понимание жизни и бизнеса. И если мы посмотрим те бизнесы, которые он начинал, например, он начинал All-Be-Diplomat, это торговля техникой, он начинал банковский бизнес. Он, в принципе, всё делал очень правильно, только он опередил своё время. Они оказались недостаточно успешными, именно потому что Олег, Олег это в значительной степени, он, конечно, это делал по лекалам западным, но так же, как и Тинькофф. Но только Олег это делал гораздо раньше, и это было рано. Сейчас бы это совершенно по-другому звучало. А вы уживались вообще дружно, занимаясь более 15 лет компанией совместной? Слушайте, ну, во-первых, я был... Или какие у вас были амплуа, роли? Нет, ну, смотрите, у меня было... Мы же подружились на какой почве, собственно, это скорее я привёл Олега в этот бизнес. Ну, он занимался в этот момент много чем, и компьютерами, и банк начинал, и всё остальное проще. Но я понимал, в этом бизнесе гораздо больше, чем он. А бизнес, в который мы делали вот вулкан, он же был первоначально создан двумя московскими ребятами, очень сильными, которые были нашими партнёрами и были операторами. Это такие Чамин и Шерман. Прекрасные абсолютно партнёры и прекрасный понимающий бизнес. И моя функция была скорее... Я отвечал за оборудование, потому что у меня было производство. И остальное Олег отвечал за, так сказать, общее руководство и генерацию, а реально управляли бизнесом партнёра. То есть всех гостей, условно говоря, встречал Олег, как я понимаю? Да, да. То есть ночная жизнь – это была его стезя? Да, он францил. Олег всегда говорил, что мой бизнес – это моя записная книжка. Я, в принципе, с ним согласен. Тем более, что записная книжка у него была всегда очень толстая. А господин Якобашвили тогда был вашим конкурентом? Или владельцы казино, они были вашими клиентами? Якобашвили не был конкурентом. Он просто... У него был немножко другой жанр. У него было большое казино «Метелица», которое... Собственно, у нас-то бизнес был с автоматами. Он был совсем ориентирован и на другую публику по материальному положению, и немножко другое времяпрепровождение. Но это такие автоматы, которые стояли в универмагах, в торговых центрах? Везде они вообще стояли? Вот там есть, значит, некий нюанс, связанный... Если углубляться в эту историю, я немножко расскажу о том, что делать с законодательством. Значит, в районе 2000 года закон с 90% налога отменили и сделали вмененный налог. И это стал самый белый бизнес, который только можно представить. Пересчитал, сколько у тебя аппаратов, заплатил с каждого аппарата налог, а все остальное – чистая прибыль. В этом смысле там даже и исполнять ничего не надо, потому что, ну, как бы... Там нету повода для того, чтобы что-то скрывать или что-то прятать. Этот бизнес внезапно стал самым белым и самым чистым. Дальше вопрос возник лицензирования бизнеса. Значит, раньше сначала лицензирование находилось на муниципальном уровне. И более-менее там был какой-то порядок, ну, потому что город сам смотрел, что ему надо, что ему не надо, как с кем договориться. Потом это отдали в комитет по спорту федеральный. Возглавлял его тогда фетисов. И они сделали следующую штуку. Ну, вместо того, чтобы действительно начать регулирование бизнеса, они просто стали продавать лицензии по цене, например, 20 долларов, и продали их, например, 20 тысяч. Ну, то есть всем, кто подстучался в дверь, ему выдали, значит, по бумажке. Дальше были более-менее ответственные граждане, которые там делали игровые залы, в которых там ставились нормальные аппараты, которые пытались заработать репутацию. А были люди, которые покупали, значит, этот ящичек, я уж не помню, как он, 5-рублевый. Ну, просто столбики они назывались. Стоил он, не знаю, 300 долларов. Делались они вот на заднем дворе у каждого. И туда приходила бабушка, кидала 5 рублей. И, в общем, иногда выпадалось 10, но чаще ничего не выпадало. Я тогда был вице-президентом ассоциации игровой. И я, значит, стучал во все двери, там, всех собирал и говорил, ребят, вы понимаете, что вы просто, собственно, погубите бизнес, потому что нельзя, он не на тех ориентирован, ваш. Но они не слушались, не слышали, и в результате дело кончилось как раз народным недовольством именно из-за аппаратов, стоящих в булочных, в магазинах и так далее. Там, где им не место. Я хорошо этот момент помню. Ну, это действительно приводило к обнищанию населения? Как вы их считаете? Это же все-таки вот такое вопрос сложный. Ну, конечно, слушайте, а к обнищанию населения, значит, конечно же, это не могло приводить, потому что... Но аргументы такие. Ну, аргументы просто. Ну, понятно, что человек, который проиграл там деньги, не является счастливым. Вот в нормальном виде это, собственно, времяпопровождение. Ну, человек может пойти в ресторан, потратить тысячу рублей на ужин, а может сесть у аппарата и, значит, купить за тысячу рублей кучу эмоций. Ну, в принципе, ну, там, ты продаешь сервис. И ты не отбираешь население. А вот этот пятирублевый столбик, это, конечно, был отбор денег. Даже этот отбор денег не мог отобрать столько денег, чтобы население от этого обнищало. Но там, наверное, самые бешеные были выручки у этих самых как раз дешевых автоматов. Да, они даже не были бешеными, потому что все равно... Аппарат стоил 300 долларов, а он зарабатывал 100 долларов в месяц, например. Это не то, что... Желающих, собственно говоря, в непонятный аппарат кинуть 5 рублей, их не так много таких сильно умных. Поэтому все равно... Но он с точки зрения окупаемости был очень хороший. Тогда, так сказать, народ не сильно мучился моральными, значит, императивами. И туда и несся. А как вам кажется, за столько лет вы наверняка много об этом думали, есть ли страны вот более азартные, которым можно ставить автоматы в торговых центрах? Вот в Финляндии, например. Туда приезжаешь, там на каждой заправке какие-то автоматы игровые. И вполне себе даже с нормальными выигрышами, там не 5 рублей, а 10 рублей. То есть там нормально люди ходят, играют, заправился, поиграл. И у них это целая культура. А есть ли страны, наоборот, которым категорически это нельзя, где реально люди будут всю зарплату отдавать в эти автоматы? Это аддикшн. У каких-то, наверное, национальных групп он развит сильнее. Известная история про китайцев. Зависимость аддикшн, да? Да, это зависимость, собственно. Китайцы действительно, я это наблюдал в Макао, они могли по несколько суток, не отрываясь, сидеть. Но они играют в карты, они не в автоматы играют в основном. У нас абсолютно европейские проценты зависимости. У нас нет ничего особенного. У нас там доли процента людей, которым нельзя вообще подходить к аппарату. Ну, в принципе, сами аппараты-то играло, но надо понять, что там в разное время от 6 до 17 процентов населения. Это не то, что там 95 процентов взрослого населения кинулось туда играть. Но это, тем не менее, это гораздо больше, чем ходят в театры, условно говоря. Знаете, к сожалению, в театры очень много народа вообще не ходит. Не парцы. Разрыв партнерства, закрытие РИЦО вообще сложным было для вас моментом? Такой огромный бизнес, вы делали его 15 лет. Конечно, конечно. Это тяжелая история. Это большой перелом. И потерять устойчивый доход, и потерять... Было очень сложно, потому что доход от операционного бизнеса прекратился. Производство аппаратов, которые мы делали на заводе, прекратилось еще раньше, чем бизнес. Она на год раньше, значит, умерла. Когда уже было понятно, что бизнес закрывается. И сложный момент был. Очень сложный. Ну, вот в такие моменты обычно происходят там новостные молнии о том, что вот кто-то там покончил жизнь самоубийством, выпрыгнул из окна и прочее-прочее. Вы как этот стресс переживали? Не было, конечно, никаких аналогичных идей про самоубийство. Слушайте, есть задача, а ее надо решать. Есть задача, она сложная, ну, значит, она просто дольше делается. Состоит из большего количества компонентов. Шаг за шагом ты делаешь то, что ты решил. Вы никак не пытались повлиять на этот закон, лоббировать как-то? Ну, я не занимался лоббированием, занимались им другие люди. Но я думаю, что это было... Этот же закон был принят в 2006 году. И он был принят... Ну, в общем-то, я понимаю на волне народного мнения о том, что это плохо. Ну, как бы против народного мнения и еще инициативы Владимира Владимировича ходить бесполезно. Ну, я еще раз подчеркну, что это же случилось. Почему? Это случилось, потому что государство не регулировало игорный бизнес. Во всем мире нет страны, где он не ограничен определенным образом. Где не введены некие специальные меры для того, чтобы он на улице не стоял. А где, вам кажется, наиболее удачное регулирование в мире? Слушайте, ну, наиболее развитое регулирование, несомненно, в Соединенных Штатах. То есть это игровые зоны большие? Это большие игровые зоны. Это специальные гейминг-бордс, которые принимают решение, кому дать лицензию, кому не дать. И я однажды, ну, так я продавал здесь американские аппараты, у меня было проходить лицензирование. И я вам хочу сказать, что вот этот документ, который я заполнял, это было 400 страниц. В том числе там вопрос, вплоть до того, что они спала ли ваша бабушка с пиратами. Ну, то есть вообще, то есть они пытаются выяснить про вас все раньше, чем они принимают решение от выдачи лицензии. И потом, когда они выдали эту лицензию, то человек за нее держится, потому что, не дай бог, там, тебя завтра нам арестовали за курением марихуаны, ты тут же лишаешься. Значит, это прямо вот у них очень четко и жестко отбор и компаний, и людей, которым они дают лицензию. В 2006 году, когда приняли этот закон, ограничивающий казино и прочее, появились игровые зоны. Как вы думаете, вот спустя время это позитивно повлияло на экономику вообще в целом, да, или нет? Это не экономическое решение, а политическое. Его рассматривать через призму экономики бессмысленно. Конечно, это лишило страну многих миллиардов рублей налогов, но, как бы, мы имеем, что мы имеем. Конечно, невозможно сравнить тот бизнес с оборотом, составлял, например, порядка 10 миллиардов долларов, я думаю, перед закрытием, с тем, что там сейчас происходит. Может быть, 10, а может быть, 100 раз меньше, я не знаю. Вам присуща зависть? Ну, не в таком смысле зависть, как там, типа, вот у него есть, я тоже хочу, но каким-то серьезным человеческим успехом, конечно. Ну, вот вы с Бойко разошлись, и у него состояние больше, чем у вас. Вам от этого обидно? Я за него, я только радуюсь за него, и ты так же, как радуюсь за всех своих приятелей. У меня нет вообще на эту тему ничего. Есть история про, там, победу духа, про то, что человек какой-то умудрился, я не знаю, на Эверес зайти, а это не физическая победа, это победа духа. Вот таким людям надо, таким вещам надо завидовать. Мы как-то делали интервью с Сергеем Шнуровым, и он говорил, что крупных бизнесменов отличает то, что они не рефлексируют и не переживают. Вы с ним согласны? Точно некогда. Нет. Я с ним согласен, с Сережей. Вы не рефлексируете? Нет. А со Шнуровым общаетесь сейчас? Мы редко общались. Что с ним произошло, как вам кажется? Почему он ушел из творчества? Мне кажется, вы приятели достаточно близкие. Ну, мы были, достаточно много общались. Сейчас, как бы, его жизнь поменялась существенно с новым браком, с новой работой. То есть он всегда, ну, в жизни был немножко другой, чем на сцене. Он, если вы брали интервью, вы нашли сосредоточенного, серьезного человека, совершенно не прыгающего по сцене в шортах артиста. Он, в принципе, таким и был. Просто он менялся. Мне кажется, Сережа очень рациональный, очень грамотный парень. Им руководит голова, а не эмоции. Не парцы. Чисто мужской вопрос, Борис Григорьевич, не могу не задать. Вот когда вы идете с офигительно какой-нибудь красивой подругой своей, и люди ловят на вас взгляды и думают, ну, наверное, он ее подкупил там чем-нибудь. Что вы испытываете в этот момент? Не знаю. Во-первых, я этого не вижу, я этого не чувствую, и не знаю. Мне кажется, что я и так достаточно интересный, чтобы они со мной пошли. Безусловно так. Но есть же, знаете, первый взгляд у людей, стереотипы там разные и прочее-прочее. Ну и... Вы вообще думаете, что о вас подумают вот так? Нет. Серьезно? Да, серьезно. С какого-то... Это не сразу приходит, конечно. Понятно, что в молодости для тебя имеет значение многие моменты. Это же, ну, это то, почему, когда только начался бизнес, все покупали дорогие машины. А у вас какая была? У меня были Жигули, а потом у меня уже были всякие иностранные машины. Я рано начал зарабатывать. Это вот это желание что-то кому-то сказать. А потом с какого-то момента... Слушайте, вот, ну, я хорошо знаю самых богатых там... Но ведь никто не ездит на Роллс-Ройсах. Никто из там, ну, грубо говоря, топа очень богатых никогда не... Он не может себе позволить этого просто, потому что это неприлично. На Роллс-Ройсе ездить неприлично? Ну, для... Когда ты очень богатый. Если ты не очень богатый, это нормально. Но если ты очень богатый, как там, не знаю, скажем... Умозрительно Абрамовича или Фридман. Они не ездят на Мерседесах. Они не ездят на Роллс-Ройсах. Одна машина вот миллиардерская. По-моему, это микроавтобус Виана. Вот это, по-моему, самая миллиардерская машина. Конечно. А почему? Удобно? Не задумывался. Да потому что не видно. Потому что не видно, на чем ты приехал. А Виана может быть за сто тысяч, а может быть за полмиллиона. А я думал, потому что удобно работать, там удобно в нем сидеть. Он большой. Слушайте, я, например, небольшой любитель Виана. Он в нем укачивает. Если ты много в нем времени проводишь, то у него же подвеска грузовика. Ну да. Виана. Поэтому это не суперская машина. Но у Фридмана БМ-8 была, насколько я помню. Да. Ну и что? Ну вот там. Я встречаюсь с Фридманом, а приезжаю на Роллс-Ройс. Посмотрите, как это некрасиво выглядит. Ты к Фридману приехали. Поэтому я говорю, что это вот история про то, что там кому-то что-то показывать, с определенного момента вообще неинтересно. С Фридманом приятельствуете? Ну, мы никогда не были приятелями. Мы были вместе в Борде благотворительной организации. Товарищеские отношения хорошие. В Российском Еврейском Конгрессе, я так полагаю. Зачем вам нужно участвовать в Российском Еврейском Конгрессе? Это ваша причастность к корням вашим? Это вообще простейшая история. Я участвовал бы в любом благотворительном фонде, в котором бы я доверял, куда идут деньги. Я, в принципе, даю деньги на питерский конгресс, который возглавляет абсолютнейшая бессеребряница, такая Женя Львова, которая, ну, она, скорее, там свое принесет, чем возьмет из кассы. И поэтому, именно поэтому. Там других причин нет. Она не носит ни национальный характер, нет. Это просто та благотворительная организация, которой я доверяю. То есть просто потому, что вы понимаете, как они устроены? Конечно, конечно. Конечно, конечно. А много среди благотворительных организаций недобросовестных? Слушайте, я боюсь сказать. Просто я думаю, что, во-первых, я думаю, что они есть точно. А во-вторых, кому-то, в принципе, поверить, именно вот когда ты просто даешь деньги на неконтролируемые вещи, неплохо контролируется благотворительность. Ну, просто технологически сложно. Можно только, ну, прям, будучи уверенным в том, что это вот. Там все правильно. Не форцы. У вас много детей, много сыновей. Ну, а что мне, в конце концов, папа сделает? У меня есть один сын, который работал у меня в компании. Причем он начал в раннем возрасте. Его зовут Натан. Он начал достаточно рано. Сначала ездил просто как оператор, значит, папа. По аппаратам разносил продукцию. Сникерсы там, прочее, прочее. Да, да, достаточно долго он проработал. Потом он стал там начальником отдела. Потом он стал руководить компанией по микромаркетам. У меня все равно к этому душа не лежит. Он неплохо работает. Я ничего не могу сказать. Но мне кажется, что это неправильно. Неправильно. Я не знаю случаев удачных. Ну, один, может быть, знаю своих знакомых, где ребенок нормально функционирует. Ну, вот такие итальянские семейные традиции, фэмили-бизнес, фамилия. Не в наших широтах? Дело даже не в наших широтах. Вероятность того, что твой ребенок окажется лучшим менеджером, чем приглашенный, она невелика. Ну, точнее, она мала. Потому что, во-первых, дети растут в других условиях. У них там когти, зубы не вырастают. В общем, они не очень готовы к борьбе. А бизнес – это борьба. Тем более в России. Ну, борьба бывает очень разных видов. Бывает рукопашный бой, бывает бокс, бывает тэквондо, фехтование. Вы в какой дисциплине борец Григорьевич? Я думаю, что это битва на лазерных мечах. Но, в принципе, это же вопрос духа внутреннего. То есть тебе надо упертость где-то, где-то надо мягкость, где-то нужно. Очень разнообразное качество нужно. Какие должны быть качества у предпринимателя, на ваш взгляд? Ну, во-первых, он должен быть, как бы, быть, как любого человека, быть умным, образованным. А главное, что он должен хорошо ориентироваться в коммерции. И он должен хорошо уметь договариваться. И он должен по-настоящему хотеть быть предпринимательным, декларировать, а хотеть. Потому что все говорят, я хочу быть миллионером. Миллионером, да. Ты готов, если у тебя есть шанс стать миллионером, рискнуть, заложить свою квартиру, уйти с работы и начать бизнес. И я вам хочу сказать, что 99 из 100 скажут, да нет, слушайся, это хорошая работа и хорошая зарплата. У нас было легкое решение, мы с нуля начинали. А сегодня-то не с нуля. Вот я там в Сколково, например, пару раз лекции делал для там, там же сейчас в основном экзекьютив. И там приходят уже такие состоящие... Зашедшие в тупик туда приходят такие люди, которые не знают, как им расти дальше. Не, они это бизнес-образование, им компания оплатила, они сидят... Если сам там 3,5 миллиона, это другие люди. Совершенно верно, да. 3,5 миллиона заплатили, они, кажется, мотивированы. Я среди них довольно-таки много знаю народу, который прямо вот... У меня старший сын, кстати, заканчивал Сколково, и очень, на мой взгляд, очень успешно для него. То есть вы к бизнес-образованию хорошо относитесь? Да, я считаю, что это прямо необходимо... Ну, очень важная история. Можно, конечно, и без него, но это очень важная история. А вот эти, значит, студенты, они все вот... Они сидят все на хороших должностях, и за них заплатили там 3,5 миллиона за их образование. Это не рядовые сотрудники, правильно? И вот когда они говорят, да, мы очень хотим быть богатыми, да, очень... И когда ты спрашиваешь, а кто готов завтра уволиться, если у вас есть шанс? Я вам хочу сказать, никто не готов. Потому что это вот эта устоявшаяся жизнь, там, устоявшаяся зарплата, понимание, что с тобой будет завтрашний день. Это то, чего у предпринимателя-то нету. Поэтому это специальные люди. Хотели бы, чтобы ваши дети стали предпринимателями? Слушайте, у меня... Я вообще параллельно смотрю. Я хотел бы, чтобы дети были самодостаточными и счастливыми, чтобы вам было хорошо от того, чем они занимаются. Предприниматель очень специфическая такая история. Она кому-то подходит, кому-то вообще не подходит. Ну, вот вы среди своих видите задатки у кого-то? У двоих вижу, у двоих не вижу. То есть это больше какая-то гуманитарная? Ну, да, но это не обязательно гуманитарная. Просто, ну, там, например, там... Может, он лучше будет себя чувствовать в офисе, просто когда ходит на работу, чем если ему надо будет каждый день принимать решение и потом нервничать, к чему это решение приведет. Наследство вы детям оставите? Ну, если останется, оставлю. Вы хотите все при жизни потратить? Нет, я не хочу при жизни потратить. Мы же не знаем, слушайте, жизнь. Каждый день, вы сами говорите, каждый день у нас новости вам в канале. Ты не знаешь, что будет. Будет ли наследство, не будет. Но, в принципе, у тебя перед детьми же нет обязательств оставлять им наследство. Перед детям надо дать образование. Если получится, то дать им какое-то жилье минимальное. И все, а что ты? Ты же все равно не имеешь значения, сколько ты ему оставишь. Если он сам не может заработать, все, что ты ему оставишь, слово просрет. Можно использовать? Можно, да. Поэтому в этом смысле ты оставишь ему. Ты детям делаешь подарки, но ты не решишь его жизненную проблему. А жизненную проблему ты его решишь, если ты научишь его зарабатывать деньги самому. А для этого его не надо под себя подтягивать. Его надо, наоборот, где-то отдельно растить. Вы балуете детей деньгами или у вас какие-то принципы? Ну, слушайте, у меня есть, конечно, определенная сумма, которую я им даю. Но это определенные суммы. То есть у них нет ощущения, что сколько у папы попроси, столько и получишь. Создание Увенко – это как пойти играть в песочницу. Все-таки игровой бизнес – это так или иначе какие-то элиты политические, криминальные, какие-то шоу-бизнесовские элиты. Весь свет той России. И начать заниматься вендингом. Это достаточно надо иметь волю. Понятно, но это вынужденное решение было. Я искал, что производить на заводе. И в результате дело кончилось тем, что мы начали производить торговые автоматы. А в России на тот момент не было крупных операторов, которые могли бы покупать у нас их. А без репутации продавать на Запад невозможно. Сейчас вы, кстати, продаете на Запад ваши вендинговые аппараты? Вы знаете, что мы продавали довольно-таки много до пандемии. Во Францию, да? 20 или 25 стран, куда мы продавали. Значит, во Франции много продавали. В том числе, например, если вы попадаете туда, то на всех вокзалах, например, стоят очень красивые красные аппараты, которые мы делали для крупнейшей европейской компании «Селекта». Но когда мы начинали, это была совершенно другая история. Потому что нам надо было найти кого-то, кто будет оперировать. Это было невозможно. И мы стали оперировать сами. Собственно, Ювенко была... Это вынужденная история. Но я могу сказать, что, конечно, это бизнес намного менее прибыльный, намного менее доходный. Но все зависит от масштабов. Как он развивался с момента основания по сегодняшний день? Вот если такую линию нарисовать... Ну, смотрите, если мы посмотрим, грубо говоря, в 2008-2009 год, когда мы начали, это было 40 тысяч аппаратов в стране. Сегодня их там 200 тысяч, например. То есть это бизнес, который достаточно быстро растет. Ну, относительно, да. Это бизнес, которого на тот момент практически не было. Главное, не было привычки у населения пользоваться этим. То есть аппараты... Если кто-то помнит, аппараты ставились даже первые в московском метрополитене. Ставили аппараты Кока-Колы, еще кого-то. Ну, народ туда там жевательную резинку запихивал в билоксепторы. И вообще ничего не покупал. Не было культуры пользования. Вот за это время она появилась. Ну, и в принципе она уже появилась. И она уже не то что отходит, она стала абсолютно привычной. И ни у кого слова там вендинговый аппарат, торговый аппарат не вызывает испуга. Сегодня вы столкнулись с трудностями из-за логистических цепочек, из-за их нарушения. Потому что, насколько я понимаю, на вашем заводе, который на Васильском острове находится, так или иначе было много импортных составляющих. Ну, слушайте, вся страна столкнулась с проблемами логистическими. Мы никакое не исключение. Понятно, что у нас наполовину аппарат состоит из собственного, что-то сделанного на заводе. Но наполовину это детали проверенных поставщиков итальянских. Дело в том, что касается компьютерной части, мы были абсолютные лидеры. И мы до сих пор сохраним это лидерство. И технология наша компьютерная, и телеметрия круче любой западной. Но всякие комплектующие, типа кофемолка, брюер, в котором это варится, и прочее, у итальянцев все-таки опыта больше производства. И мы покупали итальянцы в основном. Сегодня в значительной степени усложнилось. Это усложнилось и с точки зрения, собственно говоря, покупки у них. Потому что некоторые компании не хотят нам ничего продавать. Или хотя бы не хотят нам продавать формально нам. Это тоже, так сказать, надо понимать, что это, так сказать, их гримаса такая. А с точки зрения ввоза, ну, если раньше занимал три дня из Италии груз, то сегодня он может занять три недели совершенно легко. А вот вы сказали, у нас очень хорошие компьютеры в автоматах ваших стоят. Это за счет чего у нас очень хорошие разработчики, хорошая школа. У нас хороший софт. Дело в том, что, знаете, как в тот момент, когда мы начали, начинали этот бизнес в 2008 году, аппарат представлялся просто ящик, в который кидалась монетка, и вываливался продукт. И там не было, собственно говоря, ничего внутри электронного. Потом мы сделали, сразу же поставили туда, так мы пришли из другой индустрии, гораздо более компьютеризированный, мы сделали не просто туда компьютер, мы поставили систему, которая позволяет видеть каждую покупку-продажу, систему, которая позволяет тебе перезагружать аппарат, если он там, например, почему-то зависит, систему, которая позволяет тебе анализировать наиболее грамотным образом продуктовую линейку. То есть то, что мы сделали, ну, только сейчас, например, стало появляться у других. Это то, что касается, это скорее не компьютер, это скорее софт. То есть мы не во всем там хуже, я не знаю, западных стран, Азии. Мы точно не во всем, иначе бы они у нас не покупали. С точки зрения софта, это известная история, что в России очень, ну, во всем, до сих пор была одна из самых развитых стран. Что сейчас с вашим заводом на Васильском острове? То же самое он делает. Он еще делает какое-то количество банковского оборудования, такого, как терминалы, и он делает кассы самообслуживания, например, в большие сети российские. И делает аппараты. Но сегодня, например, то, что покупает у него Ювенко, это 10% от того, чего завод делает. В какой-то момент то, что производил завод, на 100% выкупалось Ювенко. Ну и, в принципе, мы немножко же, у нас сегодня немножко бизнес перенастроился, нам аппараты стали меньше нужны, потому что мы ушли в бизнес микромаркетов. Я не знаю, насколько вы с ним сталкивались, но это просто стойки с продуктами, где человек сам берет продукт, сам оплачивает и идет дальше. Но это рассчитано на таких уже цивилизованных, зрелых, осознанных покупателей, которые типа не будут воровать. Ну, смотрите, вот откуда это родилось? Это родилось из того, что в аппарате 42 позиции. Да. И, ну, в большом аппарате 64. А если ты хочешь предложить что-то по-настоящему там больше, то тебе уже надо ставить два аппарата и так далее. Ну, нелепо. То есть, прежде всего, идея была в том, чтобы предложить больше продуктов. Вторая идея в том, чтобы предложить там продукты, которые там уже не просто перекус, а там какое-то горячее блюдо или что-то, что человек может взять, тут же разогреть и съесть. Когда мы начали это делать, у меня тоже была, потому что мы привезли эту идею из Америки. Привезли ее пять лет назад, начали первыми, но, на мой взгляд, недостаточно активно начали. Ну, пока мы разобрались во многих нюансах этой истории, то это было непросто. И мы тоже думали, что, ну, вот, как бы, вот там американцы, они такие честные, а наши такие нечестные. Ничего подобного. Наши такие же честные, как американцы. То есть, по проценту потери на воровство один-два процента. Ну, то есть, такой, как в супермаркете, может быть, чуть побольше. При этом, очень часто он связан не с тем, что люди просто взяли и ушли, а с тем, что люди почему-то, у них карта не прошла, например, или еще что-то. То есть, у нас бывают такие случаи, что оператор приезжает на точку, перезагружает, например, ее. Подходит человек, дает ему деньги, говорит, извините, я не мог оплатить. В этом смысле для меня это тоже была достаточно удивительная история. Мы в основном ставили их в офисах. Ну, в принципе, понятно, что в офисе люди более-менее определенного уровня и так далее. Но мы, например, сейчас ставим их в университетах достаточно активно. Тоже прекрасное. На удивление, то, что называется, бедные студенты, они бедные, но честные. Так что вот такой, вот этой проблемы нет. Там немножко другая проблема, с которой... А для вас это удивлением было? Ну, у нас-то есть подспудная такая идея, что у нас население, значит, если ему положить бесплатно, и он схватит и убежит. Да. У нас, скорее, проблема, например, у нас есть такие кофепойнты, где стоит кофе, и там стоят стаканы для кофе. Так вот стаканы, по известной российской традиции, люди, которым еще нужен стакан, на них тырят. Вот так вот стаканы у нас. С едой такого не происходит. Но они тоже не стоят же на улице. Мы ставим это где-то в каких-то более-менее закрытых пространствах. Конечно же, там есть камеры, конечно же, и какой-то процент людей воруют. Конечно, кого-то мы хватаем за руку. Но вы знаете, к этому относятся в компаниях очень хорошо. Они считают, что они таким образом демонстрируют доверие своему сотруднику. А с другой стороны, они чуть-чуть подсматривают за сотрудником, что если он воровал, а не понимаешь, если он стырил шоколадку, то, видимо, он у них тоже может что-нибудь стырить. Ну, кстати, интересно. Интересно. Это такая безболезненная, по сути, тест на честность. Совершенно верно. И, может быть, сотрудники чувствуют, и они, так сказать, за 20-ти рублевые продукты не подставляются, но это тоже работает. Вот мы заговорили про воровство. Есть ли какие-нибудь такие нарушения, которые вы простить не можете, как человек, как личность? Ну, когда у компании воруют, не могу, конечно. А как я могу это простить? Ну, там, говорят, бывает предательство, бывает воровство, бывает разгильдяйство, бывает там еще что-нибудь. У нас была очень тяжелая история. Буквально, вот я не знаю, видимо, ковид как-то подействовал на верхний менеджмент, и он заболел нечестностью. И мы, люди там, в том числе были, которые 15-20 лет проработали со мной, были пойманы за руку в руководящем составе. Мы уволили, наверное, человек 10. Для вас это болезненно было? Для меня это было болезненно даже не с точки зрения там, денег, потому что это, в конце концов, это не такие гигантские деньги. Это было очень болезненно для меня с точки зрения там, веры в людей, потому что мне давно что-то такое говорили, но я говорю, да нет, этого не может быть. Там, люди там по 15 лет с нами работают, ну как они... Собственно, они бизнес растили, а теперь они у него воруют, а что? И я вас уверяю, что это люди, я не буду озвучивать, как много они получали, очень много. Ну, по российским понятиям очень много. Ну, то есть это миллионы рублей точно? Да, да. А вы верите в людей вообще после этого? Верю, конечно, но хочется чаще проверять. То есть доверяй, но проверяй, такой принцип. Да, но просто там определенное, конечно, знаете, там, в верхнем руководстве людей, но они как бы не попадают в тот периметр, где проверяют, они просто... Ну, это уже скорее приятели даже, может быть. Да, да, вот это уже, это было тяжело. И что, вы теперь совсем не общаетесь? Вообще никак. Не одиноко вообще, Борис Григорьевич? Нет, не одиноко. У меня полно других людей, которые честные, которые прекрасно работают, с которыми я по те же самые 15-20 лет проработал и так далее. А кто ваши друзья сегодня? Это люди бизнеса, это люди искусства, потому что вы достаточно светский человек. У меня очень разнообразные, разнообразные друзья и есть и люди искусства, и есть там и чиновники, есть там государственные служащие, есть и бизнесмены, очень разные. Среди госслужащих вам есть с кем пообщаться? Конечно. Конечно. Абсолютно не... Вы не пересекались с нормальными, порядочными, умными людьми. Я думаю, что... Я довольно-таки много знаю людей как бы в верхнем эшелоне просто исторически. Среди них есть потрясающие, прекрасные граждане. С Путиным не знакомы? Пропустим. Вопрос. Вообще с нынешней всей элитой Петербурга вы знакомы, наверное, с юных лет? Ну, я со многими знаком, потому что я когда-то в Питере начинал, я знаю почти всю питерскую мэрию. Каким был Собчак, кстати? Очень интересным, очень вменяемым, умным, так сказать, глубоким человеком. Интересным еще человеком. Не хотели пойти в политику? Точно нет. Это вот прямо, мне кажется, что редкий человек пойдет туда, может вообще себя сохранить. Я видел людей, которые превращались из нормальных политиков, я так скажу. мне даже в голову никогда не приходило. Ну, я уверен, что вас, наверное, хотели бы видеть где-нибудь там в Заксобрании Петербурга, там еще где-нибудь. Не звали? Нет, никто меня не звал. И я, честно говоря, совершенно не готов к этому. И политика – это человек, который, собственно говоря, которого интересует другое, чем меня. Политика – это человек, которого интересует власть. Меня власть как бы не интересует. Ну, разве строить большой бизнес – это не подсознательное желание власти? Нет, это другое, конечно. Другое. Это власть над людьми, политика, а это власть над, не знаю, над своим делом. Это разные вещи. Вы поедете в этом году на Питерский форум? Я каждый год езжу. И в этом году поеду. Зачем? Это же место встреч. Ну, иногда это место информации, иногда это… Там есть много… Там же происходит очень много разных заседаний и разных направлений. И среди них много интересного послушать можно всегда. И это место встретить знакомых, которых я вижу раз в год. То, что сейчас там вместо Мерседесов будут китайские машины, приедет меньше европейских делегаций. Для вас это вообще важно? Слушайте, если вы понимаете, туда уже меньше делегаций приезжает много лет. Но с каждым годом все меньше и меньше. Да, но, если честно, не они мои контакты. Мои контакты – это те, кто туда приезжает из России. Поэтому для меня это не имеет большого значения. Не парцы. Мы пока готовились к интервью, заметили в вашем кабинете много литературы о напитках алкогольных. Есть у вас любимый? Или это только дизайн? Это просто мне дарит. И у меня… Я очень стандартен в том, что я пью. Я пью обычный джентоник, а вообще я в основном пью водку. И в этом смысле это самый качественный, самый простой напиток и самый здоровый для меня. Вы сняли здесь офис, потому что вы знаете господина Абрамова или просто Верейская плаза, отличное место? Ну, я в принципе был в товарищеских отношениях с Мишей. Прекрасный был, невероятный человек. Поэтому, наверное, мы здесь. А потом мне это удобно с точки зрения, когда я живу недалеко. Как вы можете его вспомнить, господин Абрамова? Это был невероятный, порядочный, вообще редкий среди людей его масштаба. Редкий человек, прекрасный человек. Не знаю, какую его сторону. Отзывчивый. Ну, вы знаете, что он там собирал иконы и так далее. Что он был, в общем, не чужь всяких интересов. До сих пор музей иконы его работает. Ну, он умер просто совершенно внезапно, в одну секунду на вертолете. Разбился. Вот. Наверняка вы тоже рефлексировали. Что для вас значит смерть человека? Это хороший вопрос человеку, который только что вернулся с кладбища. А, слушайте, смерть, смерть, это, во-первых, она у каждого своя. И, конечно, когда это является итогом жизни, ты вспоминаешь человека, который улыбался, который жил с удовольствием, который приносил другим радость. Ну, он уходит, это потеря, но человек где-то остается внутри, поэтому смерть полной не бывает. В этом смысле пока людей помнят, они живы. А вы боитесь смерти? Любой человек боится смерти, я тоже боюсь смерти, тем более, что все-таки уже возраст такой, что положено бояться. А вы любите жизнь? Очень. Что в ней вы любите больше всего? Слушайте, я люблю свободу, непредсказуемость, удовольствие от жизни, от работы, от всего, я не знаю. Вы гедонист? Да, конечно. Это хорошо? Это же принято осуждать. А почему? Я не гедонист в том смысле, что я не готов вместо работы возлежать на ложе и 16 часов ужинать, но я очень люблю хорошие вещи в жизни, хорошие. Вас мотивирует что-то до сих пор? Конечно. И желание зарабатывать, и желание работать, и желание благополучия семьи, и, собственно, основное желание жить интересной жизнью. А что для вас значит деньги, Борис Григорьевич? Слушайте, деньги – это возможности для жизни, возможности для семьи. Что вам дарят предметы? Вы такой большой эстет, у вас здесь очень интересный кабинет, в целом вы известны как любитель искусства и прекрасного. Чем это наполняет вашу жизнь? Не знаю, это просто автоматически происходит. Тебе нравится, ты стараешься себя этим окружить. Я не знаю какого-то специфического момента, который именно это делает, со мной. Какие у вас слабости такие материальные? Слабость материальная? Шкатулочки, не знаю, что-нибудь такое. Нет, я до того, что легко со всем расстаюсь. Например, во всех браках все, что происходило, я все оставлял и уходил дальше. У меня нет привязанности к таким материальным вещам. Ваше самое сильное впечатление от искусства? Вы же в галереи тоже вкладывались разных галеристов. Я могу сказать, последнее время, значит, в прошлом году, она еще до сих пор идет в Венеции, во дворце Дожи, есть невероятная инсталляция кифера, если кто представляет все это. Один из самых дорогих художников в мире, и он завесил гигантские залы, например, залы 400 метров площади, потолки высотой 10, вот они все завешены некой инсталляцией. И, ну, до слез такая история прям впечатляет. То есть вы можете расплакаться от искусства? Ну, я не расплачусь, но прямо очень сильно. Вот это вещь, которая вызвала у меня сильнейшую эмоцию за последнее время. Не фарсы. Ваши два основных направления это Ювенко и завод, который остался, правильно? Или еще что-то есть? Ну, в общем, в основном это это. Сколько человек в этой экосистеме трудится? Я думаю, что порядка тысячи. Какая выручка за последний год? Как она менялась вообще? Когда была самая лучшая? Слушайте, самая лучшая выручка сейчас. Она очень сильно, мы выросли, например, к 20-му году, не знаю, на 30%, на 27%. В этом году мы снова выросли приблизительно на 100%. В 20-м году, когда был ковид. 21-й, 21-й, понятно, там было 40-й или 50%, но это ты сравниваешь с упавшим бизнесом. А сейчас мы, ну, там, мы, например, сравнивали прошлый год соответственно с 19-м, ну, мы выросли там на 27%. Какая у вас выручка за прошлый год? Вы следите за такими цифрами? Ну, конечно, следим, я думаю, что порядка там 7 миллиардов, что-нибудь такое. А насколько это маржинальный бизнес? Ну, маржинальный, я думаю, что в разных, в разных, мы же много где представлены, там у нас на заводе одна маржинальность, в Ювенко в разных областях разная маржинальность. Я думаю, что в среднем плюс-минус 10% у нас есть. А вы заработали как-то в пандемию с того, что у вас были автоматы с масками и вы коллаборировали с петербургским там метро? Или это был болезненный опыт? Это был болезненный опыт в том числе в смысле, что, ну, удивительно работать с метрополитеном, который вообще не хочет никак работать с вендингом. Если вы обращали внимание, почему-то в московском метро вендинг есть, а в питерском его нет. А для нас это было чисто гуманитарная операция. Они нас попросили в течение, не знаю, вот, пожалуйста. Это же как обычная история, когда начинается политика, кончается экономика. Беглов сказал, что у нас в метро стоят аппараты, а в метро к нам еще не обратилось, чтобы стояли аппараты. Он просто озвучил какую-то идею. И они тут же похватились, а у кого можно найти 100 аппаратов или 200. Мы самая большая компания, для нас это не проблема. А для остальных, у кого всего 100-200 аппаратов, они не могут их снять с других мест и переставить. Вы стараетесь не работать с государством? Что-то невозможно в России не работать с государством. Это и неправильно. Мы долгое время работали на железной дороге. мы очень успешно работаем с Роснефтью, с Татнефтью, с крупными... Ну, они, конечно, не государственные формальные, все и РЖД, и эти, и эти. Но мне кажется, что такой постановки вопроса мы у них ничего не берем, кроме площадей. Но, конечно же, мы работаем с государством. Просто есть такой стереотип, что вот, если ты сотрудничаешь с государством, то обязательно за что-то там будешь наказан, будут проверки, будет бюрократия, будет сложно. Там же бюрократия есть, сложности есть, все идет гораздо медленнее, но существует налаженная уже в нас за годы система работы с ними, система тех же самых договоров аренды, которые тебе нужно на один квадратный метр делать такой же договор аренды, как на тысячу. В принципе, это полная ерунда. Но, тем не менее, мы проходим через все эти процедуры. Очень часто же там собственность государственная и управляет какое-нибудь министерство, как, например, вузах. Там же университет, вся их собственность, это министерство народного образования находится. Если ты хочешь там что-то делать, ты должен согласовывать это с ними. Ити процедурой длиннейшая, она занимает иногда до полугода. Нет, работать с государством можно, нужно, аккуратно. мы у них денег не берем, мы им только платим, поэтому... Поэтому в этом смысле... Такой схеме все работает хорошо. Да, да. Какая маржа у ваших продуктов? Большая. Ну, это коммерческая тайна, конечно. Сейчас все просто ритейлы делают какие-то свои так называемые СТМ, собственно, торговая марка там, и уже не только вкусвил, было даже и крупные, типа пятерочки. Так это и есть крупные. понимаете, когда у тебя тысяча магазинов маленького вкусвилла, я думаю, их 3000 уже, а у X5, например, 10 тысяч, когда они начинают делать свой СТМ, ну, грубо говоря, кофе, например, это понятная история, запускаете. Но для... но обратите внимание, они при этом не покупают себе кофейную фабрику, хотя объемы их позволяют. Но они же не строят себе завод по производству кофе, они покупают это где-то. То же самое там, они делают там молоко, творог, но они же не коров пасут. Мы же понимаем это, что это просто как бы договоренность с каким-то поставщиком, грубо говоря, они пытаются не платить кому-то за бренд. Вот и все. Это дает более дешевую цену, и они таким образом зарабатывают те же деньги, но при этом еще себя продвигают. Люди стали меньше покупать? Нет, 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 нет. Не стали, у нас не стали меньше, не меньше. У них уменьшилась доля в принципе в ритейле, потому что вот этот период неопределенности привел к тому, что, например, черноголовка стала делать, кока-кола, еще куча появилась, куча маленьких производителей, которые радостно начали писать кока-колу на свои... А вы, кстати, среди них можете какого-то лидера выделить? Видите, что там у черноголовки получилось, а у доброго не получилось? Или наоборот? наоборот, конечно, у доброго точно получилось, но доля черноголовки, если вы посмотрите отчеты, она заметно выросла, например. Они как бы эту ситуацию рассмотрели как возможности. Не парцы. В пандемии, я помню, вы говорили, что делали четырехдневную рабочую неделю и пропорционально сокращали зарплату. Вернули обратно рабочую неделю или все так же четырехдневную? конечно. Нет, это был целый процесс, когда людей возвращали из дома, когда сначала в принципе на четыре дня, потом уже перешли на пятидневную работу. сейчас такого совсем нет уже. У нас полная рабочая неделя и в принципе мне кажется, что все крупные структуры, такие как банки и прочие, которые очень замечательно попробовали удаленку, они тоже все от этого отказались. Ну или в основном от этого отказываются, потому что у нас нету механизма эффективного контроля. Ну мы не знаем, что там сотрудник делает дома, или он очень эффективно работает, или он вообще ничего не делает. Вы бы на месте сотрудника эффективно поработали дома? Ну я пытался бы эффективно, но получалось бы неэффективно. Вы вообще себя часто ставите на место сотрудника? Ну наверное, да, да. По идее это необходимо делать, чтобы понять, как его мотивировать. У вас мобилизировали кого-нибудь с завода? Конечно, конечно. Немного, несколько человек, но да. Вы пытались отмазать? А как ты их отмазаешь? Мы не являемся оборонным заводом, у нас повода нет. Нет, слушайте, это дело каждого нашего сотрудника личное. У нас были какие-то сотрудники, которые уехали, но мы не знаем, уехали не уехали, которые уволились, я так скажу. Буквально несколько человек у нас было мобилизованных, ну немного. Почему может быть просто вам неприятно тут находиться, там на вас давит атмосфера, я не знаю? Меня ничего не давит, для меня это моя родина, лучше всего я себя чувствую здесь на даче и никуда не хочу отсюда уезжать. Валить, это правильное бывает иногда решение? Для кого-то да, для кого-то, ну то есть в безвыходной ситуации, ну а что, если ты не хочешь прыгать с моста, ну видимо... У вас не было такого выбора? Уезжать, не уезжать, там перед вами не стояло? Потому что многие говорят, что у нас вот такое настроение заработать, взять чемодан и куда-то уехать. У многих такая как будто даже мечта национальная. Я боюсь сказать, потому что, видимо, я еще не дошел до этой точки, когда мне надо принимать такое решение, я пока зарабатываю. Ну вы читаете новости, огромная паника, куча людей там поуезжала через верхний Ларс, продали там свои машины за 100 тысяч рублей, продавали там BMW, Audi и прочее, прочее. Это, ну, еще гораздо большее количество людей никуда не уехало, ничего не продало и так далее. Это сложнейшая история. Дело в том, что я там, я много за границей был, жил и так далее. И я понимаю, что такое миграция. Это чудовищная вообще ломка жизненная. И я ее никому не пожелаю. То есть, одно дело съездить в туристскую поездку и вернуться, а другое дело уехать туда и начинать жизнь сначала, это прямо, это очень сложно. У меня есть много людей, которые эмигрировали, но в далекие 80-е там годы у меня. Сестра родная уехала в Америку и так далее. и я очень хорошо помню, как там первые несколько лет это люди, которые проходят через тяжелейшую внутреннюю ломку изменения всего, когда тебе надо платить чеки, а тебе нету, когда тебе нужно купить продукты ребенку, а тебе не на что. Это прямо тяжело. любят говорить, по отношению к таким людям, да у вас там ничего не получится, вы назад приползете. Это правда так, или это тоже негатив в ответ на негативную реакцию? Я не знаю никого, у кого бы не получилось. Не получилось? Не знаю никого, у кого бы не получилось. У всех получается, но они пять лет жрут дерьмо, там проходят через страшную эту ломку, но они каждый находят какую-то свою позицию. То есть, наверное, есть какие-то бессмысленные граждане, которые здесь привыкли ничего не делать и там хотят то же самое. Так не бывает. Но таких я видел, например, похожих в Германии, которые живут на пособие, вместо того, чтобы пойти и работать. Потому что там пособие сравнимо с маленькой зарплатой. Вот вы говорите, ваша сестра уехала в Соединенные Штаты, а у вас не было соблазна такого? Мне там не нравится. В смысле культуры? Мне, да, в смысле культуры, в смысле эстетики, в смысле, ну, не мое просто. То есть, фастфуд, пикапы, Техас, ковбойская шляпа это не ваше? Нет. Ну, и потом, слушайте, моя сестра уезжала Новая Россия. Это, конечно, совершенно разные были по перспективам и по всему государству. Многие вернулись. Переезд в Москву для вас он тоже был каким-то шагом? Из Петербурга? Да, это был сложный процесс. Меня вот как раз в свое время Олег вытащил, сделал меня, да. Москвичем? Он сделал меня москвичем, да. Ну, ничего не понимал долго, и я до сих пор не очень хорошо понимаю. Москва другой город. Я сегодня не мог бы жить в Питере, потому что вообще ни ритм, ни темп, ничего меня не устраивает питерский. А я имею в виду, что я плохо географически понимаю в Москве, что хорошо, что плохо, а вот этот район такой, этот район, ну, потому что в Питере я практически каждую арку знал, потому что мне надо было на грузовике задом в нее заехать, а я плохо ездить умел. Не парцы. Сколько вам нужно денег в месяц для комфортной жизни, как вы думаете? Я не буду вам озвучивать, вы не хотите этого знать. Ну, вообще, транжира, как вы можете сказать, то есть вы размажется, живете? На себя лично я живу достаточно скромно, у меня есть семья, дети, и так далее. Гёрлфренд. Гёрлфренд? Да, и все это требует денег. Чем вы цепляете гёрлфренд, Борис Григорьевич? Ваши секреты? Стихи читаете, я не знаю, может быть, кока-колу польскую достаете? Нет, хорошим человеческим отношением, ничего другого не работает. Почему всегда девушки моложе? Девушки почему моложе? Ну, это, собственно, тут много причин, даже не знаю, как это объяснить. А у вас нет такого, что вам кажется, что люди видят во столько деньги? Это проблема или нет? Мне кажется, что я не общаюсь с теми людьми, для которых, ну, которые видят во мне деньги. У меня нет таких вокруг меня. Вы разбираетесь с людях? Думаю, да. Когда к вам это пришло или это сразу было? Я думаю, что это просто человеческий опыт с годами. Несомненно, это просто подсознательное накопление опыта, когда с какими-то людьми ты общаешься, получаешь какие-то результаты от этого, все это складывается в копилку с какого-то момента тебе довольно-таки понятно, с кем ты разговариваешь с момента, как ты с ним начал беседовать. Вообще, добрый и честный человек может стать успешным бизнесменом, как вы думаете? Я считаю себя добрым и честным. Я, может, поэтому недостаточно успешным. Нет, это абсолютно необязательно если ты подлый и гадкий, то ты будешь богатым и успешным, а добрый и хороший. Наоборот, мне кажется, что качества, которые способны оценить другие, такие как порядочность, они очень многого стоят. Я знаю, что у меня были ситуации в бизнесе, когда меня просто приглашали, потому что мне все доверяли. Приглашали засвидетельствовать, что-то. Приглашали поучаствовать в чем-то, именно потому, что считали, что мне можно все люди, которые друг другу не доверяли, доверяли мне. Есть такое мнение, что у нас институты репутации практически не существует. Обманул, через год забыли, наврал, через год забыли, делай, что хочешь, в принципе, у народа памяти якобы нет, и институты репутации тоже как будто не существуют. Вы с этим согласны или вы бережете свою репутацию? Слушайте, я берегу свою репутацию не потому, что я специально берегу, я просто по-другому не могу, а в принципе, конечно, у нас слабо развит институт репутации, потому что мы понимаем, мы видим много историй, когда люди совершали явно непорядочные и нехорошие вещи, и тем не менее их принимают, они остаются в бизнес-сообществе и так далее. Вас это раздражает? Или вы думаете, что это черты раннего капитализма, такого ранней рыночной экономики? Ну, слушайте, я думаю, что я даже не знаю, как к этому надо относиться. Ну, конечно, раздражает чуть-чуть, потому что хотелось бы, чтобы все-таки порядочно стенилось. Не парцы. Вот вы прошли, ну, я не побоюсь сказать, весь путь капитализма в России, новый, который существует, вот от зародыша до того, к чему мы сегодня пришли. Какие качества в себе стоит развивать, чтобы так долго быть на плаву? Первый пункт не пугаться и не отчаиваться, потому что... Страшно же очень. Да, страшно очень. На моей жизни, не знаю, я неоднократно проходил ситуацию, когда там возможность банкротства была или еще что-то. Покушения не было? Нет, у меня не было никогда покушения, все очень мирно, слава тебе, Господи. Но мы же понимаем, что там, например, у нас были валютные кредиты, которые вдруг стали рублевыми, при этом умножились на два и так далее. То есть ситуации очень сложные, их много, не надо отчаиваться, не надо бросать весла. Это основное качество, которое в себе надо воспитывать. Нужен трезвый ум, нужно уметь переспать с проблемой, но надо ясно оценивать ситуацию, когда бежать вперед, когда тормозить, когда я в домике. Вы работали с Китаем когда-нибудь? Да, мы много лет работаем с Китаем, часть, например, мы делаем компьютерные борды в Китае, например. Каково работать с китайцами? Сейчас столько говорят про разворот на восток, про то, что Китай нас обнимет своими добрыми партийными объятиями и спасет нашу экономику, не только экономику, но и политику и прочее, прочее. Я абсолютно уверен, что это не так. Китай нас использует, еще раз использует, еще раз использует. Китай полностью, как я считаю, он заточен под самих себя, их никто больше не волнует. И все, что они делают в этом мире, они делают для процветания своего большого Китая. Если говорить про бизнес, это, значит, идеальный поставщик для них со скидкой энергоресурсов. Ну и вообще всего там металла, так далее. Это абсолютно разные бизнес-культуры, европейская, китайская? Да. Они не абсолютно разные, но они сильно разные. Китайцы, европейцы не обманывают, китайцы легко. Надеюсь, китайцы меня не будут слушать. У европейцы могут тебе дать скидку в 10%, китайцы могут тебе скидку дать в два раза, потому что они изначально тебя попросят в два раза больше. Китайцы могут согласовать с тобой договор, а утром тебе принести другой на подпись. Ну, практика работы с Китаем это очень сложная, очень сложная, гигантский рынок, очень интересный, очень сложная, совершенно другая работа. А можно так вот широкими мазками мазать, что это со всей Азии так работать? Или там с Кореей и с Японией по-другому? Например, с Южной Кореи вы такого не увидите никогда. С Японии это вообще невозможно. Нет, это чисто китайская история. С Кореей вы тоже работали? Да, мы поставляли в Корею оборудование, продавали туда. Супер работящая нация, супер организованная, вообще просто. Вы бывали в Сеуле? Да, был пару раз. Вот за счет чего они смогли это построить на своей земле? Ведь очень интересно, да, появилась, была одна страна, есть Северная Корея, есть Южная, но в Южной Корее сейчас такие огромные компании, как Самсунг, Хёнда и много-много других компаний, которые, ну, признаны в мире вообще в целом. Корейцы невероятно трудолюбивые. Ты, когда общаешься с ними, они готовы с тобой работать с утра до вечера, лишь бы был результат. Они очень хорошо организованы. Ну, у них прям, все это абсолютно не случайно. Так же, как и японское чудо в свое время было не случайно, так же и корейское чудо не случайно. Это все. Но надо заметить, что вот, как бы, что это иногда не в долгосрочных совсем перспективах не приносит такого. У японцев было это знаменитое чудо, они там с 60-го года по 90-е просто резко выросли и процветали. А потом с 90-го до сегодняшнего дня они так вокруг нуля крутятся. У них просто ноль очень высоко задран. Но они очень медленно растут, например, почему-то. При том, что они тоже невероятно организованы. Что-то другое мешает им. Может, пожизненный найм. Говорят про закат американской экономики уже вот сколько мне лет, столько и говорят, сколько и вообще про это постоянно говорят. Вам кажется, он близк вообще закат американской экономики или это все сказки? У меня есть мудрый товарищ, который говорит, Боря, смотри табло. Он футбольный болельщик, смотри табло. Все это, конечно, болтовня американской экономики. Самая большая, если посмотреть с какой скоростью они развиваются, они прекрасно развиваются. Понятно, что где-то в длинной перспективе видимо ослабнет роль доллара, который в значительной степени определяет их успехи. Но потому, какое количество идей они рождают, потому они стали страной номер один в генерации. Посмотрите, все большие истории созданы американцами. Сегодня, ну я имею в виду новые, электрические автомобили, космические корабли, сегодня там МАЗ запускает какую-то гигантскую космическую ракету. никто же не мог поверить, что вообще частное лицо способно в космос корабли запускать. Так что я думаю, что не к сожалению, а надо констатировать факт, что экономика американская пока самая успешная. Не парцы. Глобально что-то изменилось в 2022-23 году для вашего бизнеса? Наверное, ничего принципиального не изменилось. Если, смотри, какой бизнес вы говорите. Если вы говорите, например, про издание журнала Арафлот, то Арафлот в какой-то момент не летал, и журналы не издавались, а сейчас они издаются. Если вы говорите про завод, то изменилась логистика, изменилась система платежей. Если говорить про Ювенко, про компанию, которая оперирует вендингом и микромаркетами, ничего не поменялось. Какой у вас горизонт планирования? Ну, раньше он был, например, пять лет, сегодня я думаю, что год-два. Как вы видите развитие компании в ближайшие годы? Вы в одном интервью говорили, что уже лет пять, а уже с того интервью прошло два года, еще позанимаетесь, а потом будете жить только для себя. Что дальше? Передача детям, менеджменту, как я понимаю, уже не хотите передавать, расплавляли там всех? История следующая. В четырнадцатом году мы пытались продать долю компании, уже подписали с большим фондом документы, и тут, значит, случилось непредвиденное обстоятельство, и сделка разорвалась. Второй раз, значит, у нас шли переговоры, не могу сказать, с какой, но с очень большой западной компанией, которая хотела купить у нас долю, и они тоже по низающим обстоятельствам прервались. Поэтому возможности выйти из бизнеса у меня нет. И не знаю, бизнес приносит деньги, ну пусть приносит. То есть капитализации нет у бизнеса. Тоже, тоже как бы, конечно, хорошо, когда бизнес и приносит деньги, и у него высокая капитализация, в данном случае, сейчас ни у кого нет капитализации, я думаю, нормальной. А деньги он приносит, но работать надо. И потом, я не все представляю, что делать, если не работать. То есть работа дает вам энергии? Конечно, конечно. Вам бывает лень что-то делать? Конечно, бывает. Ну, бывает просто, ну, там, хочется ничего не делать, но это быстро проходит. Я не могу долго ничего не делать. Вы много работаете до сих пор? Ну, я работаю каждый день, я не знаю, как там. Каждый день вы приезжаете вот в офис сюда, встречу у вас каждый день. Другое дело, что я достаточно часто, так сказать, отъезжаю куда-то, там, на неделю могу уехать или еще куда-то. Но, в принципе, я на работе каждый день. А вот просто сидеть где-нибудь у моря, читать книжки, наслаждаться жизнью? Вы же заработали уже для этого всего. Это хорошо, но через какое-то время часто становится грустно, ты хочешь обратно в кипучую жизнь. Ну, что, лежать, читать книгу? Лежишь, читаешь книжку, лежишь, читаешь книжку, ну, лежишь. Нет, не мое. Несколько книг, которые вас впечатлили? Может быть, за последнее время или вообще, к которым вы возвращаетесь по жизни? Очень интересная книжка, которую я только что прочитал, называется «Неудобное прошлое». человеком по имени Эпле. Она посвящена тем, как государство, народы разбираются с плохой памятью о том, что было. Как Россия разбиралась с памятью о Сталине, как Германия разбиралась с памятью о фашизме, как Япония разбиралась с памятью о войне. Мне кажется, что там абсолютно блестящий анализ, который показывает, как работает незакрытая история. Если у вас будет возможность, почитайте. А другая, я сейчас читаю очень прекрасную книжечку Улицкой «Трудно быть добрым». Это такая автобиографическая книжка, написанная типа белого стиха, но просто она старше меня, конечно, но все равно там очень много отзывается, там описывает свою молодость. Интересно. Боитесь пенсии? Да, не хочу на пенсию. Вы молодитесь, Борис Григорьевич? Как вы думаете? Конечно. Ну, я не думаю, что это делаю сознательно, как там, типа, я не иду к пластическому хирургу, но я там, я занимаюсь спортом, я там, ну, таким относительным спортом. Я там как-то стараюсь правильно есть и так далее. Это вот то, что ты можешь сделать. Но все равно это основное, чтобы душа не вышла на пенсию. А сколько вам психологические лет, как вы оцениваете? В каком вы возрасте? Не знаю, я вот физиологически я проверялся, там есть такая система проверки, там что-то 50 с небольшим, то есть лет на 15, младше. А, слушай, мужчина себя всегда чувствует мальчиком, да, до глубокой старости, до конца практически. Почему всегда девушки моложе? Вы понимаете вот вообще там язык молодежи, условно говоря? Вы работаете над этим, у вас только детей, окружение? Нормальных понимаю, но есть очень много там, типа там, я помню, я подвозил какую-то девушку, она, кроме того, что сказать, а ты прикольная, ничего вообще не могла. В общем, удовольствия от общения немного. Так что, нет, ну, есть и среди молодых нормальные, есть и среди пожилых убогие, тут понятно. В чем сила молодости вот для вас? Сила молодости, не знаю, в напоре, в красоте, в любопытстве. Вот есть очень интересная штука, если вы обращали внимание, когда у вас в детстве были каникулы, они шли два месяца каникул или три месяца, это была жизнь, когда вы были маленькие. А сейчас у вас два месяца каникул или месяца каникул. Они проскакивают вот так. Потому что интересно жить, когда происходит что-то новое. Вот вы маленький, я просто, я читал на эту тему книжку какого-то психолога, который разбирается с этим феноменом. Вот почему, когда ребенок маленький, вот у него, из-за того, что ему все любопытно, все интересно, и у него происходит каждый день что-то новое, и у него жизнь кажется длиннющей. А ты в этой рутине живешь, и у тебя каждый день такой же, как вчерашний, и у тебя время просто прилетает. Вот как-то сохранить надо это любопытство, чтобы жизнь тянулась. Вы до сих пор рисковый человек? Ну, конечно, нет уже. Все-таки для риска нужно быть молодым и задорным. Ваш самый большой риск? Это после закона как раз с шестого года, когда вы юэнька начали или до этого? Ну, сложно сказать. Самый большой риск был, когда я не закрыл завод. Это была самая такая рискованная история, которую до сих пор я не уверен, что я правильно сделал. Вы побоялись уволить 500 сотрудников, потерять актив? Видимо, все вместе. И там как-то в человеческом смысле это было сложное решение. И нужно было его там принимать. Действительно, надо было выгонять людей на улицу. А вам тяжело? Да, конечно. У меня страдания есть. В принципе, существует. То есть вы не хладнокровный такой человек в очках? Я в очках, но не хладнокровный. Не ворцы. Вы бы какую тему начали бы сейчас, если бы вам там было 25 лет? Я бы начали торговать с китайским, чем это достаточно простая история. Если просто открыть Алибабу и открыть Озон или там я не знаю, Валсберес, то ты просто видишь, вот бизнес. Вот купи здесь, привези сюда, продай здесь. Понятно, что он сейчас заполнится, что там как бы были дырки и так далее, что он будет выравниваться, но все равно это никуда не денется. Короче, в маркетплейсы бы пошли. Конечно. Конечно. Это самое понятное, самое простое. И там срок оборачиваемся два месяца, грубо говоря. Посоветите что-нибудь предпринимателям в 2023 году? Слушайте, но я посоветую заниматься бизнесом, который с очень коротким сроком оборачиваемости, например, торговля. Или там ты затеваешь бизнес, который тебе вернет деньги в течение полугода. Не посоветую им вкладываться в длинную, потому что в условиях неопределенности непонятно. Тут же что непонятно? Непонятно, что будет происходить с покупательной способностью населения. если ты ориентирован на население, то для тебя это проблема. Если ты ориентирован на государственные производства и заказы, может быть, это хорошее время, чтобы более длинное, год-два, но не больше. Спасибо большое, Борис Григорьевич. пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok